сок тут ветки на вишне посмотрите на яблони творится и продолжается эпидемия человек который нас учит он из эпидемии вопроса засветиться надо вот и все манерез разгулял и не на шутку посмотрите никогда красивая все высоты стоят будто обожженные я вам скажу чтобы нелез как раз ни при чем здесь причины другие посерьезнее был запущенный вишневый сад никогда не знал обработок все было вот она безнадёга мы обрабатываем по всем законам садовое искусство куда же пошло до начала сокодвижения 3 процента жидкостью хорусом пересветением скором это все одно и то же все что реклама сикла соблюдаем все сроки и что ничего с каждым годом несмотря на обработки и обрезку минут это убивает вот это слово обрезка сколько мы с вами видели из коричневых положение ухудшается в этом году мне лез не только на вишни пострадали через даже уча один который должен быть устойчив совсем запарширил вот посмотрите вот прямо сейчас какой-нибудь машина времени кнопку нажал раз его в ихнем саду чтобы я там увидел я представляю как бороться соседские вещи стоять севали побитых в общем что я вам скажу есть понятия есть такое понятие свежий кровь новый кровь молодой кровь доставайте в других регионах по соседям уже бесполезно и не калечит деревья вот все что я могу сказать причем сейчас наступил такой этап вот такой этап что заражено буквально все когда-то было это так у кого-то там это черный рак ну вы знаете черный рак споры это даже как гриб манилия также как любой гриб обязательно дает споры а вот дерево погибло а вот его надо выпилить выпилили то еще надо перекопать а потом вы перед целиком потом еще чуть и не бочку яду пять лет ждать а потом это вы представляете до чего это жили наступает такой момент есть такое понятие . не взорвать понимаю кто-то где-то взялся всем участок на цели не то вот здесь сибирский выписал бы эти вишни хоть саженцы хоть эти самые усилия хотя бы косточки у меня надо как-то что-то делать есть наука ну что что есть какое отношение имеет к миллионам сада воду у которых вот это все уже ничего не придумал надо мы все не делали обрабатывать обрабатывать хуже хуже но у меня всегда таких случаях мне такой характер против не такая голова на делай наоборот и тогда не обрабатывать неотложный дел 7 главное в июне я вот хожу посаду я не делаю вообще ничего вообще ничего а мне вот это все время заняться саду начинаем смотрел на эту фотографию смотрел 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 вот он специалист в очках как я вот я все время пытаюсь понять что это такое такое все не что ты даже не пилка стружка а если то хвойные породы а что же чё толку за делим ухаживать еще него такой штамп это наверно болезнь гарантирует шансы застан такой и тут же ветки должны быть им по природе тут положено вы наверняка привезли антре этого дерева в сне ветка начинается то место где у него пальцы вот и отсюда и ветки у меня таких полно болезнь сразу надо преодолеть раз стружка что же такое видео она же гниет это же кислота выделяется что он не знает об этом так зачем тогда советы дает если на этого не знает существует несколько хитростей получить урожай груши раньше вы бы хотели получить урожай от груши а вот такие случаи бывают допустим она высотой метр и вот они три грушки по весу пять груш радость а но эти три пять груши потерянные целый год или два в росте она ребенок и нельзя плодоносить если сама захочет пожалуйста но если специально тоже гробите дерево нас расти должно расти вот такие специалисты посадочное я вам 50 на 80 вот если корням будет комфортно вот дальше урожай даст раньше черта 2 наоборот все чего туда запихаете вот все это запихаете но это даже не я придумаю очень резко соглашаюсь с официальными лицами но законное дерево дает чем больше закормишь тем меньше урожай вы ничего туда статью писал ты же сотен тысяч людей голову заморочил всех должен горбатиться выкопать огромную яму ничего пошли заполнять начинаем два ведра органики 3 ложки селитры стакан циферфорфата полстакана серого кислотного натрия калия сейчас такой найдете искать начинаем скупать магазин не все мне не все они все у нее не все специально болтушка из глины запомните друзья болтушка из глины предназначена для транспортировки на большое расстояние когда едет вот сухими корнями едет и погибает в корне процессе не я придумал редкий случай когда я ссылаюсь на кого-то я так проверить не мог что вот эти вот так называемые обрастающие корешки знаете со спичку под толщиной да ой какую спичку и волку самую тонкую высыхает намертво за дни сутки на воздухе вот и вот придумали специальную болтушку для транспортировки чтобы корни не сохли они теперь берут голыми корнями и перед всем посадить специальную болтушку из глины обмазали чтобы это нашли это из какой черт все это делать вот это вот если вы изолировали корня с помощью глина и специалист как сделать вот их все это увидел я на тобой издеваешь я тут это самое начало семь лет смотрим дальше мы еще не весь магазин скупились мы уже с помощью глиняные болтушки значит уже помешали мы развиваться ладно ну может быть болтушка не убьет еще да еще сыр чипа интересная зала упаковка корневина значит вынужден сказать доброе слово укоротите саженец составит две трети длины но не так надо писать если ты специалист это стандартная вот нет таких саженцев практически на рынке вы же для людей сработайте вы же людям объясняете что он пришел на рынок увидел саженец и две трети длины оставил одну третью трезвую это это если уж повезло и он в горшке и не просто в горшке засыпанная была земля в горшок вставлен горшок а вырос в горшке как у железа сергея вот так еще я соглашусь две трети длины а в остальных случаях вот это мой это сам это вот дальше такой это борт машины грузовика в котором пришел приехал этот саженец самое смешное сказать все будете смеяться я не сказал дайте мне самый паршивый саден самым поширный камень и у меня был свой фотоаппарат я сказал дайте мне это это сам саженец я не буду спорить что-то через скорее всего это не через его все но мне протянули саженец чтобы я купил вы понимаете не то что выбирали из тысячи и там тысячи были выгода на чем они хороши вот эти компактные их можем в одной машине окупить тем что не пять машин чтобы корни сохранить не 10 машина 1 сайт себе стоимость вы сколько раз больше за счет экономии автомобилей и мне на продажу протянули этот саженец ну хорошо будем считать что бог сказал протяни паршивый саженец а железо и железо и железо и железо и чем мы с ним вот пожалуйста железо и железо и чем мы с ним сколько надо отрезать и откатать длинные это и сам а сколько сказать все а внутри да нет надо ставить для польские есть маленький шанс то выживут ну так пожалуйста если ты пишешь статью так ты об этом напиши сбалансирую корни склоны 10 процентов корней оставили значит 10 процентов укрона оставляйте основной 90 выезжайте вот такой должна быть статья я вначале обрадовался читаю сначала обрежьте сайт потом пусть растет урадов однако на все хоть тут не наврал нет набрал какие две трети почти не все загнули вычиняюсь магазин скупили азотное одобрение поочередно аммиачную селидру куда без его так это всего на две-три недели все что вы читали вы поняли мочевина дважды в месяц до середины лет это сколько 46 раз вот еще 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 по инструкции до мочевина поможет на рассчитывал воздух кто моим деревьям помогает на рассчитывал меня ждете когда мочевина не было как же так а еще гумат калия трижды все весь магазин а может еще что-то магазине не выкуплено ну пока все но не все и так когда все это вы сделаете за счет полгода прошло правильно но вы соберете пирога на следующий год это с чего взяли то если привить на его скорее всего она будет просто плохо растет болеть и тогда даст несколько плодиков на следующего сколько можно сычек от плодов получить после прививки ну повезет 5-10 плодов но она зато расти не будет это почему на его межритовая прививка это значит что дерево больное это дать что она хочет дать урожай и ура дала урожай а за такой совет морду бить надо поняли но вот уже июнь рыхление престольного ну как же вы что же без лопат и без сядки да это же дальше заросший престольный круг прополоть прорыхлеть перекопать и вот как уже казалось бы вот я точно не знаю у него там сколько 25 тысяч да вот скорее всего там есть рекламная часть иначе и верить чтобы показать что я такой умный тот товарищ препараты денег знает я не знаю пуфанол что за фуфня карате знаю очень сильная я такими как очень сильный вот а еще откатами козы от porsche груши яблони и уже это современно средства модель ну что весь магазин скуплен а а на кого работаешь как тебя там какая у тебя должность ученый агроном это значит что цити это имешившим сами отзыва не то что ты будешь делать ничего ты тут это магазин то составили чайку скупать ведь вы же знаете все такое старшее поколение я читал не раз не два я читал десятки раз лекции это было в клубе имени ярыгина это было это самое в музее сайногорска то там ради лекции это было центральной библиотеки в клуб был вот приглашали меня клуб органического земледелия читать лекции и я везде удивлялся вот это вот и страшная вещь латовый человек прочитал какой-то и посвященными мы забыл тем более все это же уже сколько всего на это же уже понимаете вот дальше нет сидят все ходят на такие лекции и с тех пор и до сих пор люди которые самое нудное чем где меня то есть перед ним обязательно общая тетрадь и обязательно рушка и помедленнее пожалуйста и все это записывать 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 как это выглядит современное садоводство это частичный в основном переход на природный земледелие в уголочку стоит большое большое это через два три стола а на них вот это что догадались матчевида гуматкалия даже читать а то не на мясе сидит не дай бог записывать будет азотное удобрение да вот корневин корневин это святое вооружение но древесу залома что мне будет а может и будет и все это и люди записывают и вы представляете как вы этих людей подставляете у них лето превращается в каторгу нам на настоящий катар учитывая что еще надо при этом перекопать уничтожить всю эту систему подземную половина дерева находится под землей и при этом взять лопату и уничтожить аэрацию вентиляцию канализацию червей муравьев все уничтожить все что только можно уничтожить а почему ты агроном почему ты написал ученый агроном а потому что учили ученые сейчас так это их уровень вот или в купленные продажи за сребенники работаешь чтобы зина купили счет мой разошелся